всем привет с вами кирилл и вы на канале кирилл геем и сегодня мы играем в криминалочку на сервис реплей первый сервис кирилл футболь не забывайте вводить в ней прегистрации и также не забывайте вводить мой промокод пишите вместе капсом кирилл геем и при достижении 5 не получите 50 тысяч при достижении 10 не получите 100 тысяч то есть в общей сумме вы получите 150 тысяч промокод можно вводить на любом сервере мазин хореплей ну что ж пацаны сегодня в принципе новая серичка серичка будет посвящена бизнесу но и не только в этой серии я вам расскажу и покажу сколько я заработал за месяц с этого бизнеса и купим новый скинец и нужно будет еще штраф оплатить поэтому спасибо на лайки ну что ж погнали ну что ж как вы знаете у меня есть бизнес-спортзал это семейный бизнес хотя по сути он на мне но это считается семейный бизнес почему можете посвятить видео лет без покупала я там все объяснял если что и так давайте я думаю начнем с того что я его купил за 17 миллионов мягки хотели уже его купить за 25 миллионов и постоянно спрашивают и враги другие продаю его ли нет пока что в планах его продавать у меня нету потому что ничего угодного за эти деньги не купишь по сути нормального бизнеса поэтому лучше подкипить денег и потом уже что-то купить получше если менять бизнес то менять бизнес на лучше чем этот я думаю сами понимаете то прекрасно так давайте начнем с финочки в принципе я посчитал сколько я заработал за месяц ну чуть больше за месяц и 5 дней сколько я заработал я заработал получается по цены три миллиона сто пятьдесят тысяч шестьсот тридцать девять рублей сейчас я вам скрин ставлю я с калькулятора читал на компьютере принципе вот такого сумма вышла как по мне это неплохо хотя раньше когда у меня был бизнес спортзал еще до глобального обновления у меня был справа батырева он приносил день бывало полям у спокойно ну а здесь принципе не такая уж большая финка но все равно всем спасибо кто ходит именно в мой то есть на спортзал в арзамасе очень классно реально вы пацаны красавчик итак давайте я покажу в принципе финночку все улучшения если что куплены сейчас время у нас час ночи поэтому финка обнулилась в принципе я думаю вы понимаете и так что положение пацаны давайте я думаю начнем с этого в принципе что положением подобное видео я снимал примерно две недели назад в методах показала сколько я заработал за две недели в принципе и так далее так что здесь куплено здесь куплен каталог маркетинга компания сигнализации и огнетушитель и и все что нужно здесь куплено я думаю тем чтобы увеличить склад для продуктов но не знаю что ли то делать пишите в комментариях, как бы я сюда продукты завозил за месяц только один раз всего лишь, и еще осталось 750 продуктов, если я еще куплю там ну 500, то есть будет 1500, либо 2000, то блин, я не буду продукты завозить, ну месяца два, может быть дальше больше поэтому я не знаю, есть ли в этом смысл в принципе, я еще не окупился, потому что я купил его за 17, заработал с него 3 миллиона 150 тысяч то есть, ну, 13 миллионов мне нужно еще отбить, грубо говоря, поэтому да, в принципе я буду его держать и пока что буду с него зарабатывать деньги так, давайте посмотрим финансовую статистику вот в принципе она, самая большая финка была вот когда, кстати, 21 числа 363 тысячи, я на самом деле аж охренел просто, не знаю с чем это было связано, что такая финка большая была, но это довольно-таки приятно, ну а так финночка стабильная, финночка там 100 тысяч бывает, вот за вчера финка 65 тысяч, 41 тысяча 34, 213, ну короче финка прыгает, как бы, это я думаю в принципе видно и очевидно, поэтому рассказывать я ничего вам не буду ну что ж, я заработал 3 миллиона 150 тысяч довольно-таки неплохо, у меня изучены все стили боя, пацаны, можете приходить также тоже изучать, в принципе, кто играет на 01 сервере, у меня изучены все стили боя, следует вам изучать либо кикбоксинг, либо удар с локтя, вот эти два стоят по 50 тысяч, вот эти стоят по 20 тысяч, если что кстати, я наконец-то поставил свою старую сборку, это анимации заменил фары, то есть свет заменил, мод поставил на свет, в принципе, анимации и скин еще поставил, и мод на диске анимации, видите, вот такие у меня, такая стоечка в принципе, шатается, присесть вот так, ну прикольная анимация, мне в принципе не нравится, давайте поедем в банк, снимем побочки, в этой серии мы купим сейчас новый мне скин, который я уже давно хотел себе купить, но не мог себе его позволить, я забрал, кстати, все из призов кроме номеров, номера я, в принципе пусть они лежат, как бы Ваня собирается он же Джонни Брайт покупать, и седьмую может быть, потом ему их поставлю, и все в принципе, также, пацаны, напоминаю, что проходит конкурс на 5 миллионов, ссылка на конкурс будет в описании, обязательно участвуйте, и столовые очень простые итоги будут скоро, в принципе, поэтому кто еще не участвует, обязательно участвуйте так, все, я снял 1 миллион, я думаю, нам этого хватит надо штрафы оплатить, потому что, блин штрафов у меня на 93 тысячи, ну нормально все, в принципе, теперь нужно поехать домой, забрать свой скин, ну взять обычный скин со шкафа и потом уже поехать и купить себе скин, который я хочу, ну что ж, давайте, я буду пока на паузу, как только буду подъезжать к магазину, продолжу так, все, я уже поменял скин, в принципе взял со шкафа обычный скин рыжака чтобы купить новый, блин, какая же оптика просто классная, видите, я мод поставил, у меня неоновые фары, видите, и фонари сами поменялись, по сути, видите, очень классный мод, давно я хотел его поставить, как-то руки не доходили, и сегодня все моды поставил сразу, кстати, я еще скилы прокачал сам, если что лично, я генатил потому что нельзя купить с донат, теперь скилы, поэтому я прокачал дигл полностью и дробей, в принципе, мне этого хватит, так, давайте заходим, кстати Андрей Гудок, это тот чувак, которому я этот бизнес продал, кто помнит я этот бизнес сыл по госу за 5 миллионов и продал, по-моему, за 23 или за 20 его, этому чуваку Андре Гудок, и до сих пор он им владеет так, листаем в конец, и вот этот скинет, пацаны, мой фирменный скинет с Кирилл Гейм, я тогда его просрал, когда вели обновление насчет шкафов, и теперь надо его купить обратно, короче, денежки появились кто не видел серию про улетку, как я крутил на 2.000, посмотрите, я там дохрена выбил призов, я там выбил монстр, елик ну и еще что-то, короче, много там выбил всего, поэтому да, все, покупаем его, так, минус уважения сразу ну ладно, ничего, бывает, все, тайм делаем, все заебись, можно теперь идти и кататься, или что еще делать не знаю, чем там можно еще заняться, но я хочу, зачем, кстати, давайте посмотрим диски, может, на Mercedes поставим и, кстати, там еще винил есть, давайте заценим, там есть такой же самый винил, как стоит у меня на этом, на Lamborghini, но, блин, я не очень хочу оставить, потому что, ну, блин, как-то не очень смотрится на Mercedes, поэтому давайте сейчас вместе с вами поедем и посмотрим винилы, я их смотрел, но давайте я вам покажу, и заодно посмотрю мод на диски и, может, диски поменяю на этой этой тачке, но это не то. Так, вот я и в тюнинге, давайте пишем тюн и давайте, не знаю, диски, наверное, посмотрим сразу. Гидравлику я ставить не буду. Кстати, сколько у меня денег там? 300 тысяч, блин. Хотел капиталку сделать, но не хватит. Ладно, давайте тогда посмотрим диски. Диски, диски мега, да? Блин, что-то модный диск не поставился мой. Печалька. Почему-то он не поставился, да? Диски почему-то у меня не работают, да? Да, это не мой модный диск, почему-то не поставился. Ну ладно, хрен с ним в принципе. Давайте я вам винилы покажу, которые здесь есть. Так, давайте. Сигнализация нахрен не нужна, покрасить работу, вот. Вот так вот, видите, камуфляж тоже есть на, получается, ламброгине. Ну не знаю, есть ли смысл его сюда ставить? Не, ну выглядит в принципе довольно-таки неплохо. Ну, пишите в комментариях, пацаны. Я не знаю, ставить его или нет. Я могу его поставить, но не знаю, смотрится ли он здесь вообще. Мне он и белый очень нравится. Я его белым и купил. В принципе, кто не смотрел серию, как я его покупал, вы можете тоже посмотреть. Она недавно выходила. По-моему, перед этой серией, кстати. Так, и давайте еще покажу вам покрасочные работы. Ну и, блядь, это вообще ни о чем. Ну, хотя, блядь, если, типа, перекрасить ее в черный цвет и сверху... Ну, бля, не знаю, если он красится. Ну, бля, выглядит, не знаю, вообще не очень, в принципе. Она такой себе, знаете, ну, беленький вообще охуенно смотрится. И последний у нас это вообще непонятно для меня винил. Я так и не понял, для чего нужен. Видите, просто вот такие вот крестики и все. И вот такой цвет синий. Все, больше ничего такого нету. Не знаю, в чем это... В чем прикол это винила? Но мне он непонятен вообще. Пишите в комментариях, как вам такой винил. Итак, давайте я покажу свой фирменный скин для тех, кто его не видел. Так, давайте я отдалю. Вот. Вот так он, в принципе, выглядит. Сзади логотип Амазинга, если что. Вот. Амазинг РП. Это специально фирменный скин, который я покупал, по-моему, за 150 рублей или за 50 рублей. Я точно не помню. Ну, я его покупал там в одной группе. Не буду говорить, какая группа, в принципе, чтобы это не было рекламой. Реально, скинец мне очень нравится. Блин, я постоянно его себе ставлю. Кроссовочки, такие штаники. Моя футболка, написано Кирилл Гейм. Да, вот. Написано Кирилл Гейм. Сзади значок Амазинга. Все довольно-таки круто. Мне очень нравится, пацаны. Ну, что ж, я думаю, на это будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки. Приходите ко мне в спортзал. Ждите новых видосиков. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok